добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 10 августа четверг представляю вашему вниманию очередной обзор рынка форекс по основным торговым инструментом и так дорогие мои три дунишки сегодня важный день для всех трейдеров которые торгуют американский доллар нас 30 сегодня индекс потребительских цен соединенных до сих пор еще штатах америки друзья мои это событие ждут давно и с огоньком и как минимум в это время будет повышенная волатильность у меня есть кое-какие идей на этот счет дайте посмотрим на графике поехали и так дорогие друзья начнем из котировочек золота золото очень тяжело пытается подрастать мне удалось сегодня немножко зацепиться в ланге кстати вот след мои сделочки но я так прям вообще без фанатизма но валит прям мрачно и даже на фоне валютных инструментов с американским долларом принципе золотишко чувствует себя в печали перед такими новостями но как правило если на рынок тянет в одну сторону правило новости стреляют в другую по золоту в общем и целом давайте чистенький шаблончик кинем на дневках на дневках ничего такого особого нет кроме конечно наличие вот этого слома который мы уже давно прошли вот но слом считается пробиты когда пробит его лая понятно что там на дневках недельках такое такое держать никто не будет с точки зрения там аж 4 таймфреймов отскок пошел в принципе непонятно чего многие здесь нарисуют всякие уровни поддержки сопротивления внизу здесь типа что-то там отбивалась когда-то ну это может быть обычная коррекция а может быть и нет с точки зрения импульсов никаких сломов нет с точки зрения охоты за стопами тоже особых целей нет поэтому золотом я пока сигналами не богат с точки зрения евро доллар евро доллар друзьям и идет по нашему древнему сценарию на рост рост не потому что я не люблю доллар как многие пишут своих пламенных на комментариях а потому что площадка площадка которая набита была зловещими маркет мейкерами по котировочке 1 10 500 она друзья мои никуда не делась она продолжает притягивать ценнички которые подрастают а что странно что странно странно то что перед новостью перед новостью тянут наверх тянут наверх как правило правило все происходит наоборот то есть мы ждем прострела кверху до рынок вырос но то что он вырос прям перед новостями но за несколько часов ты не очень хорошо план такой что инструмент должен пробить вот этот вот эту вот этот уровень это может произойти двумя способами способен номер ван мы просто тупо стреляем наверх по причине слабых новостей по инфляции грубо говоря выйдут красные новости по инфляции и соответственно бак сослабнет и пойдет наверх пробой вот этот может оказаться истинным и рынок идет наверх я не удивлюсь план номер ту перед новостью либо во время выхода новости мы видим прострел наверх и либо в этот момент либо после него выходят данные по инфляции сильные красные и соответственно после этого прострела на сильных новостях мы видим такое движение наверх вниз тоже 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 может произойти такое вот то есть либо мы стреляем сразу в космос вот и уходим на либо мы стреляем но выходим вниз оба этих сценария они предполагают пробой 1000 1 что там 10 500 это хорошая новость для тех кто сюда поставит свои тейк профиты и плохая новость для тех кто поставить сюда свои стоп лоссы план номер три план номер три мы выходим там нейтральные новости мы опять корректимся на ближайший слом которых уже здесь первый слом здесь 2 здесь слом 3 вот вот он и мы уходим опять же вот в эту площадку вот в эту площадку вот таким вот образом может друзьям и произойти ну и самый ну собственно у нас получается один сценарий шартовый и два сценария ланговых первый сразу улетаем и второй улетаем через нижнюю коррекцию то есть в этих трех сценариях из двух пробой вот этой границы 1 10 500 он присутствует вот я считаю что он произойдет рано либо поздно поэтому если вы стоите в лангах у вас должен быть здесь take profit стоять вот и никаких никаких проблем с ним не должно быть вот он должен сработать может конечно немножко протянуть вас потому что на новостях сприт расширяется вы там ничего не докажете вот зацепила там вас либо не зацепила поэтому поэтому присмотритесь и будьте внимательны именно на этом уровне уксается доллар канадца доллар канадец вчера поломался но этот подлец не дал теста которого я очень хотел и ждал его здесь я хотел его продать в этой зоне не дошел не дошел к ну кривой скажем так евре тот же самый еврик ну опять же зеркально напоминаю что здесь доллар качестве базовой здесь доллар качестве котированный евре вчера на европе отлично отработал нижний вот этот ланговый слон на евро подрослин европа открывается от тестили зеркало и пошли дальше ту зиму нить канадец то же самое время не смог дотянуться именно поэтому дорогие мои внутри дунята я выбираю технически техничные инструменты они вот то что на графике у вас представлен так что касается фунта фунт идет также как и еврик тоже но не так особо технично но нижний слом свой вот этот он удержал удержал сегодня идем наверх впереди у нас примерно такой же по техничности уровень как и по евро здесь сразу несколько экстремумов вот ну самый такой главный из них это круглый уровень они 28 ну и чуть ниже чуть ниже это вот уровень давайте посмотрим 27 920 но вот между ними там 80 пунктов я думаю это тоже должно быть все вынесено по тому же самому сценарию что и по по еврику да поэтому поэтому будьте тоже здесь внимательно что касается и иены иена подваливает подваливает и на самом деле тоже неплохо неплохо почему потому что иена торчит у нас в зоне еще того самого древнего шартового слома от начала июля месяца и если все пойдет по новости придут по ослаблению бакса мы здесь увидим хорошую шартовую инициативу которая может может действительно продолжить вот это движение там в большом масштабе но пока мы рассчитываем как минимум на коррекцию что касается австралийского доллара здесь по моему сугубо некомпетентному мнению планы на рост конечно наполеоновские я ожидают этого инструмента максимальный ход на 3600 пунктов вы конечно посчитайте меня сумасшедшим и правильно сделаете но порой таки грешные мысли приходят по моему на седую голову нижний слом есть кое-как его держат если вы очень аккуратненький трейдуненок то вы можете посмотреть вот этот слом верхний давайте обозначу может пройти конечно хорошая лонгова инициатива потом рынок откатит и уже точка входа будет в этой зоне в этой зоне вы можете уже с более ну в принципе а если от этой зоны с таким же стопом здесь более коротким взять там один к трем к пяти так доллар франк доллар франк после теста зеркального уровня под подкормил нас немного профи там продолжает снижаться если данные поводу слабенькие по инфляции доллар продолжит падение и мы его снова будем набирать дружной естественно сетка лимитных покупок ниже минимума текущего года напоминаю что все кроссовые инструменты мы рассматриваем исключительно в рамках сеточного метода торговли где ослабление американского доллара и она веет и и через кросс курсы тоже друзья мои канадец франку и меня спросите где же здесь американский доллар для мой канадский доллар это брат близнец американского доллара и мы видим что по этому инструменту у нас очень мощное давление на лая грош цена стопам покупателей которые поставили их за двадцать третий год мы уже видим четвертый подход и скорее всего если носки выйдут слабенькие по баксу канадец тоже сдуется если канаде сдуется то канадец франк пробьет это все дело и вы можете включить набор сетки лимитных покупок с шагом не менее 500 пунктов по никому непонятному пятому знаку канадец иена пока болтается диапазон нам здесь он неинтересно не трогаем его франк иена франк иена прям чуть про загналась разгаза разогналась но напоминаю что инструмент очень много прошел и с ним можно поработать сеткой продаж в этой зоне с шагом не менее 1000 пунктов ауди кат болтается пока внизу трогать не будем пока не зайдет за границы диапазона новозеландец канализ пока тоже ждем залета за границей синих прямоугольников новозеландец франк можете набирать ланге уже сейчас как минимум в инстафорекс пробит двадцатый год вот и здесь можно набирать его в ланге выход на зеркале можно осуществить примерно вот на уровне 054 если будет залетает тогда зеркалом будет текущий уровень 053 австралийц новозеландец болтается в диапазоне кормит профитом тех кто торгует узкими сетями ну и дай бог им здоровья жижа вчера отработал наш торговый день на повышение пробила пробила такие такие свою двойную вершину ну по по вот этому уровню до по 80 сколько 358 wti что порадовало порадовала невероятная техничность на четвертом таймфрейме и это друзья мои было не в первый раз и не второй происходит уже довольно часто по этому инструменту регулярные вот именно на трендах регулярные вот откаты и тесты вот этих плотностей сломов скажем так не плотности сломов они уже просто просто повторяются как хотят я бы сказал да вот и уже где-то на хаях когда уже было зачем охотиться за площадочкой вот мы купили забрали здесь довольно неплохо и касается газа друзьям и попер газ и терпеливые три дунишки которые покупали ниже двух баксов сейчас уже в шоколаде на целый почти бакс я давно говорил что газ не должен стоить столько в такое непростое время друзья мои выход с профитом у нас на зеркальном уровне три с полтиной не забудьте поставить там кейк профит биткоин биткоин дал лангового дрозда и это очень хорошо для тех кто пытается сейчас покупать напоминаю что если за основу взять импульс который произошел последние на этой неделе скажем так биточка откатил сейчас он падал в полтинник кто успел купить молодцы кто не успел план на ланге можно сделать от ну чуть чуть нижний уровень по 38 вот так вот вот так вот и вот так вот то есть есть от к есть слом если дадут откат берите стоп за минимум на тык за вот эту площадку либо за 100 тысяч долларов как ждет роберт киосаки либо за миллион долларов что ждет кэти вуд а роберт ждет соточку либо наоборот какая нафиг разница все это больше чем 30 тысяч долларов которые являются хаем текущего года доллар рубль доллар рубль кто-то начинает бить по шапке доллар рублю на хаях на самом деле то что сегодня выйдет инфляция в соединенных по некоторым данным штатам америки это очень хорошо почему потому что эти новости по сша они упираются по доллар рублю в слом который при их происходил в феврале марте 22 года видите ли и котировки прям подошли к этой зоне я вообще не удивлюсь что мы можем подрухнуть отсюда друзьям а это может произойти в двух случаях либо рубль резко укрепиться что из области фантастики либо доллар ослабнет что может допустим произойти на слабых данных по инфляции в сша вот такое может произойти на сдачок друзья мы начинают кормить профитами тех кто продал от слома по моим редким но периодически метким торговым идеям это хорошо что касается индекса доллара напоминаю что этот товарищ уперся в слом который который был обозначен в июне июне текущего года и это хорошая зона сопротивления именно сломов на кстати записать на тему мастер-класс что вы думаете по этому поводу так что касается больших кроссов еврокадик смотрите прет и прет и прет и прет если сегодня выйдут слабые данные по баксу канадский доллар тоже просядет если он просядет то еврокад может стрельнуть наверх и вы здесь можете подзаработать но опять же это уменьшенная дневка друзья мои здесь рассчитывать на супер волатильность не стоит но в любом случае выше вершины текущего года можно набирать шарты здесь шаг не менее 1000 пунктов евро франк пока не трогаем пока не обновит минимум 22 евро audi те кто начал набирать молодцы те кто нет тот тоже молодец в принципе вот такие вот истории если вы здесь зацепились и вам случайно навалит две тысячи пунктов сразу фиксируйтесь это план выхода по первой сделке если будет дальше расти набирать каждой тысячи пунктов и выходим на пробитом зеркале по вот этой вот простой схеме в принципе все что у нас серверов друзья мои упал свой такой непонятный сломчик можно присмотреться к лангам со стопом вот за эту за этот микрослом следующие зон покупок находится здесь чуть выше 220 общий тейк на 30 принципе все давайте посмотрим ответы на вопрос на youtube канале по вчерашнему видео три невероятных комментариям так все у нас в отпусках скорее всего разбор пары доллару был сделал мой день чё там что-то там насмешил кого-то да ну я не эксперт по этому инструменту я там вижу только тест слома и больше ничего так ну и также вижу то что соточка друзьям это психологический уровень том числе для госпожи в черненьких очках скажем так спасибо за торгую идею по нефти на сломе h4 продолжение бычьего тренда на перехай все отработало супер такие варианты выглядят красиво технично продолжение тренда с видимыми рисками риски всегда должны быть выйди видимыми они должны быть невидимыми то есть работа от рисков то есть вы должны искать риски а прибыль на соберется сама спасибо за обзор можно акции диснея с текущих набирать сетка через каждые 5 долларов до диснея на самом деле прикольная идея друзья мои прикольная и здорово что вы подкидываете мне такие вот идейки чтобы как-то разнообразить разнообразить контент контент вот он наш дисней вот поставим недельки напоминаю что дисней прям в печали в печали никто не смотрит мультики диснея да я думаю что пробой пробой вот 80 83 80 или просто 80 это дело времени здесь явно кто-то придерживает и я думаю что он скоро скоро перестанет это делать и мы увидим здесь прострел вниз на этом простреле можно поднабрать там по по 70 там по 65 инструмент который стоил как бы ну ни хрена себе там по 200 в свое время то есть в этой зоне его подкупить ну и как минимум взять взять какой-то корректусе как от обвала почему бы нет грубо грамм он вваливает вы набираете там вы здесь выходите ну так чисто спекулятивно можно конечно подержать там в ту зиму но это уже из мира инвестиций в принципе на этом все напоминаю сегодня в 15 30 важные новости по доллару будьте внимательны и осторожны на этом у меня все спасибо за внимание и до встречи завтра утром всем пока